Привет! Представься, пожалуйста, из какого ты города и почему приехала на мероприятие Светланы Лавровой? Меня зовут Люба, я из города Санкт-Петербург. Приехала, потому что... На Алтай захотела приехать на Байкал. Да, была на Алтае и решила, что надо еще и Байкал освоить с ретритом. Но это очень хорошо, мне очень нравится, что они подряд пошли у меня, потому что я вот так почувствовала, что мне нужно как бы немножко сразу получить большую дозу, скажем так, раскрыться и так, и вот так. Что на Алтае было тем триггером, когда ты приняла решение, что ты поедешь на Байкал через месяц? Триггером? Ну, я не знаю, как триггером, а вот то, что желание большое появилось. Ну, я почувствовала себя вообще просто в кругу людей очень спокойно. Я и сейчас очень спокойна. Вот на удивление, что, ну, просто такое спокойствие, такое блаженство. Мне очень нравится. В обычной жизни тебе не хватает этого состояния? Да, очень не хватает. И вот тут как раз я очень учусь и чувствованию, и вообще всему-всему, вообще как жить, как нам жить. Ну, я бы сказала, даже выживать там. Вот здесь нам очень хорошо. И у меня такое вот чувство, что вот там, что здесь, мы тут несколько дней, ну, буквально немного, но такое впечатление, что мы здесь месяц. Вот оно так настолько вот время, хорошее время, оно как-то растягивается. Что мы уже просто месяц здесь. И в таком блаженстве. А, кстати говоря, как тебе вот пятидневный формат? Я сегодня у всех спрашиваю. Пять дней? Много? Мало? Вообще, конечно, вот еще чуть-чуть. Но тоже бывает по состоянию, потому что если мы многое сильно получим, вот не совсем еще люди, которые могут вот столько вот энергии вот принять, вот я не знаю, честно говоря. А тебе как? Вот тебе достаточно того, что ты за пять дней получаешь? Ну, мне на данный момент пока вот сейчас вот, да, вот может быть. Но я чувствую, что, может быть, уже, да, можно и чуть больше, так, неделю, например. Да, потому что, ну, это тоже все. На Алтай, получается, у тебя было девять дней, да, пять дней ретрита, еще четыре дня перезагрузка. Да, там много было, да, да. Там долго мы путешествовали. Долго, долго там. Ну, там, да, большой этот самый получился такой. Ну, ты сказала о том, что вот за эти пять дней ретрита ты проживаешь как будто бы месяц, да, по наполненности событиями и впечатлениями. Для тебя это очень плотно время проходит. Это по энергии, мне кажется, даже вот не то, что вот события, а сама энергетика, она вот прям вот, я чувствую, что я здесь месяц была. Вот я так чувствую. Даже не неделю, а именно месяц. Вот потому что вот приехал сюда, отключил так все. И вот сегодня, ну, вчера вечером как-то вот начинаешь вот чуть-чуть, думаешь, о, надо завтра уже уезжать. Я здесь пробыла месяц. Вот такое ощущение. Вот время начинаешь, да, включать, что там скоро в социум. Ну, месяц мы были здесь. Сейчас перед тем, как записывать это видеоинтервью, мы с тобой вспоминали, как мы с тобой записывали видеоинтервью на Алтае. Давай расскажем про это. Как ты не хотела его записывать? Ну, я не то, чтобы не хотела, но было очень-очень, ну, люди, так сказать, не публичные. Мы боимся, конечно, записать, что-то сказать. Боялась, да? Да, сказать, высказать. Просто я сейчас смотрю на тебя, и ты абсолютно вот комфортно себя чувствуешь. Ты говоришь, ты улыбаешься. И мне так это радостно видеть. И это такая большая разница. Прошел месяц. Я потому что уже действительно с пониманием говорю. Пониманием того, что вот не то, чтобы там чего-то, а с ощущением, с пониманием, ну, потому что процессы идут. Ну, как ни крути, действительно, если ты сюда вошел, ты вошел в реку, и ты уже начинаешь, ну, потихоньку там, как в море холодное заходишь, постоял чуть-чуть, пошел дальше, пошел дальше, пошел дальше, а потом смотришь, ты уже плывешь. Ты уже плывешь. Кто-то сразу сбегает, я нет, я всегда захожу по степени, постепенно. Ну, да, я хочу прям вот плыть, плыть далеко, и прям, чтобы море становилось еще и теплее. В эти пять дней мы посетили прямо много мест, силы, вот на Ольхоне, на Байкале. Расскажи свои впечатления именно вот с точки зрения того, что это места силы. Не только, что это очень красиво, хотя это безумно красиво, но это все знают туристы. Мы туда ехали группой, мы делали практики, да, и вот как для тебя эти переживания открылись? Удалось ли это прочувствовать? Или, может быть, что-то другое важное для тебя происходило в этих местах? Ну, я наоборот, даже вот красота меня как-то вот... Ровно, да? Успевала посмотреть, скажем так, а так я наоборот, нет, мы ходили, да, по местам вот на ступе, там сразу приезжаешь, энергию чувствуешь. Я просто тоже уходила именно вот в процесс, потому что, да, это только когда там вот походили мы на этой ступе, и только потом я начала смотреть. Да, красиво, да, красиво. Но в первую очередь это, конечно, вот ощущение. Ну, это Байкал, он сам весь про места, силы. И сюда, конечно, вот, ну, как бы не то чтобы про отдых, вот у нас, по крайней мере, а именно про работу. Как тебе здесь? Здесь вообще шикарно, очень шикарно. Я, честно говоря, вообще даже не думала, вот, ну, там, видела какие-то про Байкал, ну, чтобы так хорошо было, не знаю, и сам Байкал как море. Это я вообще не ожидала, честно говоря. Таких масштабов, да? Да, и масштабов, и то, что оно вот ласковый такой, вот прям ласковый, и берег такой хороший прям. Я не ожидала, честно скажу. Да, бережок прям песчаный, как в Таиланде в каком-то. Да, да, да. Вода шикарная, конечно. А у тебя был какой-то конкретный запрос вот на этот ретрит? Ну, у меня он сейчас что там, что тут, вот, я пока так вот потихонечку, потихонечку, у меня все всегда потихонечку, один и тот же, так, чтобы это, узнать себя. Насколько-то ты продвинулась в реализации этого запроса вот за эти пять дней? Да, да. Оно с каждым разом, с каждым разом все. Мне сказали тоже, девочки сказали, что... Увидели? Да, да. Твои открытия, раскрытия, расселения. Да, да. Ну, я еще, конечно, учусь, много вообще просто учусь. Нет, я сейчас этот, как детсадовский такой. Люба, а расскажи, почему привлекла именно Светлана Лаврова, как человек, к которому ты вот приезжаешь в пространство для своих трансформаций? Ну, я в прошлый раз говорила, что я много посмотрела, то есть нас будут смотреть, неешек. А, неешек, ага. Неешек. Следишь за неешками. Да. И там все как-то, ну, не так. Я не знаю, я когда смотрю, вот оно входит, ну, они как бы все говорят, но вот как-то немножечко не про то. Ну, вот как-то... А когда вот первый ролик Светин, я сразу поняла, что вот сюда надо окунуться. Вот здесь я, ну, как бы останусь и начну начинать вот со Света именно. Вот у меня так было. Первый же, причем там ролик у нее жесткий. Там прямо вот, что вы тут это, не думайте, что все вам будет в розочках, а будет все плохо. Я думаю, вот, все, надо вот здесь слушать, слушать, слушать. И здесь что-то про реальность. Да, 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 именно про реальность, и это все вот надо так, чтобы... Они тоже там разные. И бабочки в животе. Да, да, не будет такого. Я вот понимала, да, мне как-то иногда реально смотрю на вещи. Еще знаешь, какой я хочу задать вопрос? Программа ретрита, она плюс-минус одинаковая. Структура ретрита, расписание ты уже смогла заметить. И ты, как человек, который был на ретрите на Алтае, через месяц вот сейчас мы с тобой на Байкале. Одинаковая программа, одинаковый ретрит. Одинаковый ли он? Нет, они разные. Почему? Как вот ты могла бы это описать? Ну, во-первых, ты немножко другой. И как обычно читают, как говорят, читаешь первый раз книгу, ты в ней видишь одно, а читаешь ее второй раз, ты видишь совершенно другое. Так же и здесь. С каждым ретритом ты видишь, понимаешь совершенно другие вещи. Все вот просто даже. Даже фильмы некоторые люди смотрят и говорят, а я этого не видел в прошлый раз. Где это все было? Этого не было. Было. Но ты этого не видел, ты этого не понимал. Либо не хотел понимать. А сейчас понял. Мы на этом ретрите делали много практик. Светлана проводила практики с бубном. Медитация со скрипкой. Тоже такое творческое большое наполнение на этом ретрите. Как для тебя прошли эти практики? Очень хорошо. То, что, да, была вот эта скрипка была, это очень дополнительно, конечно, очень. Музыка была шикарная у нас. Просто шикарная. Она такая божественная музыка. Хотя я не могу сказать, что я прям фанат. Но вот здесь, вот здесь и она живая. И причем, да, вот музыкант у нас просто шикарный. Шикарная Олечка, да, порадовала нас своим присутствием. Да, да, очень хороший человек. Украсила мероприятие. И, конечно же, я предлагаю тебе оставить в напутствии послание самой себе. Ой, самой себе, да. Да. Что бы ты сказала Любе, которая посмотрит это видео через какое-то время? Люба, иди за собой. Как мне говорят, надо, выбирай себя. Не забывай. Выбирай себя. Мне так все идет, вот, ну, говорят. Надо выбирать себя. Вот, поэтому тоже надо учиться. Я говорю, я учусь. Я учусь. Ну, я по жизни тоже всегда говорила. Люди, вот, они там говорят, мы там все уже знаем. Я говорю, нет, всю жизнь учимся. Учимся. И это хорошо, я считаю. Просто некоторые, я так понимаю, что боятся, что надо чему-то учиться. А я не боюсь учиться. Я всегда учусь. Мне кажется, что открытость ума к познанию нового дает нам молодость. Потому что это качество присущее именно молодости. Когда мы познаем, когда мы открыты для того, чтобы познавать. Да, кстати, мне кажется, вот тоже немного людей вот действительно соглашаются. Они чем дальше возраст, тем, ну, как-то там уже совсем матереют. И все, да, да, сузивается у них все. Закрывается. Все. Да, я наоборот. Я вышла на пенсию, я только жить начинаю. Вот я вот ездить начала. Жизнь только начинается. А жизнь начинается, значит, ты чему-то учишься. Что-то познаешь каждый раз. Я благодарю тебя за этот отзыв. И благодарю тебя за участие в ретритах. Приятно было видеть твои изменения, твои трансформации. Это очень для меня такой приятный фактор. Вообще, когда люди приезжают второй раз, и я вижу это. Меня это вдохновляет. Да. Процесс. Я тебе за это благодарна. Продолжение следует...